Знакомьтесь, это Джуна. Ей 16 лет, и она беременна. С вами Киномаг, сегодня на обзоре фильм 2007 года, Джуна. Мы видим главную героиню, 16-летняя школьница из Миннесоты, бодрым шагом заходит в аптеку и хватает с полки тест на беременность, уже третий за день. Уединившись в кабинке, она проверяет себя еще раз. Продавец, ради вежливости, интересуется результатом, но мысли у всех, уже мрачные. Как бы ей не хотелось, но она залетела. Девушка жутко расстраивается и с плохими мыслями, одна, возвращается домой. В руках у нее веревка. Она выбирает крепкий сук на дереве и просовывает голову в петлю, но потом задумавшись на секунду, перекусывает веревку и направляется в дом. Через телефон Чизбургер, она набирает лучшей подруги. На связи Лия, Джуна рассказывает ей про беременность. Не с первого раза въехав в тему, подруга тем не менее предлагает помощь. Она хочет позвонить в клинику и записать подругу на аборт. Они решают, в какую клинику лучше сходить. В Хевенбрук требуется согласие родителей, но Джун хочет решить проблему сегодня, и планирует пойти в клинику попроще, потому что там не требуется разрешение родаков. Отцом ребенка был Блик, это типичный маменькин сынок, парень как раз собирался на пробежку. Он выходит на улицу и видит Джуну, которая сидит в кресле с трубкой в руках. Там она просидела всю ночь, в мыслях и размышлениях. Она описывает ему всю ситуацию. Блик не верит своим ушам, он сам еще ребенок, планов насчет детей он до сих пор явно не строил. С конфужиной, он предлагает Джуне поступить так, как она считает нужным. Джуна садится на велосипед и уезжает в школу. В школе все как всегда, друзья, классные задания, но сегодня у них лабораторная по хроматографии. В группе с Бликом, а также с двумя другими ребятами они пытаются провести эксперимент, но у них ничего не выходит. Аманда начинает выяснять отношения, она уверена, что ее приятель изменил ей с девушкой сестры, когда тот отдыхал на летних каникулах. Дома, она все-таки решается позвонить в клинику. Ей было сложно отвечать на наводящие вопросы, но она справилась. Позже за ужином мы знакомимся с семейством Джуны. Мой отец был военным, а теперь он обычный специалист по ОВКВ. Они с мамой развелись, когда мне было пять. Это моя мачеха Брен. Она одержима собаками. Содержит маникюрный салон и пахнет, как метилметакрилат. На следующий день она идет в клинику, по пути она встречает Сучин, это местная активистка. Сучин пытается отговорить знакомую, приводя странные доводы, но намерение у девочки более чем серьезное. В клинике, ожидая своей очереди, она видит, как девчонки нервничают, это ее пугает и Джуна уносит оттуда ноги. Девушка направляется прямиком к лучшей подруге. Она сообщает ей, что намерена рожать, только вот ребенка Джуна оставлять не хочет. Вместе с подругой они выбирают приемную семью. В сельской газете они натыкаются на симпатичную парочку, девочкам нравится их черно-белая фотография. Теперь осталось сообщить страшную тайну семье. Вооружившись лучшей подругой, поддержка Джун не помешает, она выкатывает приятную новость на семейном совете. Родители реагируют сдержанно, отец сразу спрашивает про отца ребенка. Пол Бликер. Судя по его реакции он ожидал услышать имя кого угодно, но только не его. Джун рассказывает, что уже нашла приемную семью, что ей ничего не нужно от родителей, и что в эти выходные у них назначена встреча. Отец хочет поддержать дочку, он решает сходить с ней на встречу с будущими родителями. На следующий день они подъезжают к красивому дому парочки. Их встречает Ванесса, симпатичная молодая женщина. Уже в доме, к ним присоединяется Марк Лоринг, муж Ванессы. Они знакомят девочку и ее отца с их юристом. Герта Раус, вместе с девочкой и семейной парой обсуждают детали усыновления. Герта предлагает открытое усыновление, когда семейная пара будет присылать ей фотографии и другую информацию о ее ребенке. Джун не согласна, она не хочет шумихи и не планирует выступать в качестве матери своему ребенку, даже удаленно. Она хочет забыть про него раз и навсегда. Джун нужно в туалет, гостевой клозет сейчас на ремонте, и Ванесса отправляет ее в свою комнату. Девочка осматривает их дом, мажется кремом женщины и нюхает ее косметику. Сделав все дела, девочка натыкается в коридоре на Марка, а потом замечает его комнату. Оказывается, Марк классный парень, раньше он играл в группе, у него куча гитары и интересная судьба. В это время в гостиной отец девочки с Ванессой ведут непринужденную беседу, как вдруг, слышат звуки музыки. Она прерывает джемсейшн ребят, у них еще куча бумажной волокиты, но Марк точно вызвал симпатию у Джун. Наступила зима, Блик чувствует сопричастность к ребенку Джун, на него начинает давить груз ответственности. Прикупив огромную коробку печенья, он приглашает Джун в кинотеатр. Но она отказывает, сегодня у нее медосмотр. На УЗИ врач узнает, что ребенок будет усыновлен и допускает колкость в сторону девочки. Мачеха ставит на место зазнавшуюся медсестру. Джун приезжает к ребятам, она хочет обрадовать их снимками УЗИ. Но Ванессы нет дома, зато она показывает снимки Марку, они смотрят ужастики и обсуждают имя малышки. Через некоторое время приезжает Ванесса, тут же Джун набрасывается на нее с хорошими новостями. Засидевшись в гостях, Ванесса дает понять, что девочке лучше сохранять границы дозволенного, они провожают ее. Дома Мачеха также недовольна поведением девочки, она говорит, что Марк – женатый мужчина. А своим визитом она напрягает Ванессу. Они ссорятся, и девочка едет к Бликеру. На пороге ее встречает недовольная мамочка, она и раньше недолюбливала Джун, а после того, что случилось, вообще перестала ее терпеть. У Джун реакция ответная. Она давно не видела Бликера и рада с ним пообщаться. Джун рассказывает ему последние новости, и что она нашла семью, которая с радостью усыновит его малыша. Семья Бликера еще не в курсах, что их мальчик является отцом ребенка. Джун рассказывает о планах его отца с Мачехой в скором времени нанести визит Бликерам и раскрыть страшную тайну. Когда все кончится Блик предлагает снова собрать группу, Тина натянет барабан, и они снова смогут играть. Он также предлагает быть вместе. В торговом центре, девочки случайно замечают Ванессу, она играет с маленькой девочкой, милая сценка радует Джун. Ванесса призвана быть матерью, и скорее всего у нее все получится. Они пересекаются, и девочка показывает свой раздутый живот. В это время малыш начинает двигаться, Ванесса просит потрогать живот, но ничего не чувствует. Тогда Джун предлагает поговорить с малышом. Малыш толкается, и Ванесса очень радуется этому. Наступает весна, мачеха шьет девочке штаны на резинке. Марк сочиняет саунд для очередной рекламы быстрых завтраков. Джун округляется все больше. В столовой она сметает все, что не приколочено, аппетит у нашей дамы за двоих. Вместе с подружкой они обсуждают сначала учителей, Лия втюрилась в препода по геометрии. Затем под раздачу попадает Блик. Ходит слух, что он пригласил Катарину на выпускной. Джун делает вид, что ей это безразлично, но на самом деле она жутко ревнует и решает поговорить с парнем. Она ловит Блика у шкафчиков и начинает прессовать. Это оказалось правдой. Парень пытается оправдаться. Но становится только хуже. Разочаровавшись в том, что она не смогла его убедить не ходить с Катрин на выпускной, она решает найти успокоение в общении с Марком и прямиком после школы отправляется к нему. Пока Ванессы нет дома, они с удовольствием намерены пообщаться по душам. Марк отводит девочку в чулан, святая святых его размеренной жизни. Тут у него стильный диванчик и коллекция комиксов. Он показывает ей особый выпуск, на обложке японская школьница с самурайским мечом, которая, как и Джун, находится в положении. Обложка ей нравится, она чувствует себя не такой неуклюжий. Джун принесла любимые компакты, и предлагает Марку крутануть диск. Они танцуют под Модзе Хупаль. Внезапно, Марк заявляет, что он уходит от Ванессы. Джун в шоке, она думала, что у них идеальная семья. Марк заявляет, что больше не любит Ванессу, что с ней он играет другого человека, а настоящий Марк пылится в коробках по чуланам. Но Джун парирует, у вас же идеальная семья, красивый дом и прочие символы успешной жизни. Марк качает головой, идеальная семья бывает только в сказке. На выходе она встречает Ванессу, та видит, что девочка подавлена и пытается разобраться, что случилось. Марк заявляет, что не готов стать отцом, он еще не самореализовался, он думал, что на поиске ребенка уйдут годы, но ситуация разворачивается слишком быстро и застает его врасплох. Девочка рыдает по пути домой, вместо успокоения она вдобавок к своим проблемам получает проблемы Марка и Ванессы. Ближе к вечеру, на парковке у супермаркета, она подбирает карандаш и клочок бумаги. Марк уже все решил, он позвонил Герти Раус, семейному адвокату, она без проблем может представлять их обоих. Развод по взаимному согласию, все будет быстро, поскольку у них нет детей. Тут они слышат стук в дверь, Джун оставляет сообщение на клочке бумаги и отправляется домой. Дома она понимает, что семья, какая бы она ни была, это самые лучшие, самые близкие люди на земле. Обстоятельно поговорив с отцом у нее отлегает. На следующее утро, Бликер перед пробежкой читает сообщение на крыльце, он заглядывает в почтовый ящик. Оттуда, как из рога изобилия высыпаются пачки тик-така. Блик очень любит это драже и Джуна таким образом поднимает ему настроение. Они встречаются на стадионе и Джун просит у него прощения за то, что была такой стервой. А еще признается ему, что любит его. Блик также любит ее, и они целуются и пускай Блик не идеальный парень, но он хотя бы не кинул ее из-за ребенка. У девочки тем временем отходят воды, родители помогают Джун выйти из дома, они спешат в больницу. Начинаются роды, в этот ответственный момент рядом находятся все близкие ей люди. На свет появляется малыш. На соревнованиях по бегу Блик замечает, что Джуна нет на трибуне, и догадывается, что она рожает. Он бросается в госпиталь, чтобы быть с ней, Джуна не предупредила его, потому что не хотела, чтобы он пропустил соревнования. Прибыв на место, Блик узнает, что Джуна уже родила сына, и успокаивает ее. В госпиталь приезжает Иванесса. Она с радостью усыновляет новорожденного как мать-одиночка. На стене детской комнаты в доме Ванессы в рамке висит записка Джуны, адресованная только ей, Ванесса, если ты все еще за, то я тоже за, Джуна. Фильм заканчивается летом. Джуна и Пол играют на гитарах, поют и затем целуются. Спасибо, что присоединились к просмотру, напишите, как бы вы поступили в подобной ситуации. Я как обычно не прощаюсь, жду вас на очередном пересказе, а чтобы не пропустить хороший фильм, предлагаю подписаться и поставить лайк. Спасибо за поддержку друзья. Субтитры создавал DimaTorzok